все овощи которые я прижарил друзья всем привет когда мы с вами говорим про настоящую шурпу мы имеем ввиду настоящее мясо без накачки всякой химии гормона роста и тому прочее чтобы у вас было понимание у нас в средней азии в основном животное выращено естественных условиях но если вы не знаете насколько она качественно я предлагаю вам досмотреть это видео до конца значит данном случае у меня здесь говядина на кости это ребра и сахарная кость для того чтобы по максимуму раскрыть нашу шурпу я нарезаю и все это дело вместе непосредственно в кастрюлю значит что он сейчас нужно будет сделать я добавил воду нужно будет довести до кипения и слить первый бульон чтобы избавиться от всей химии которая была напичкана в это животное сейчас все это дело пока он прогреется и дальше будем рассказывать пока там бульон у нас начинает постепенно закипать что дает нам сигнал о том что пора и готовить сито или бушлак я сейчас поставлю не нужно варить это все часами как только закипело мы с вами пойдем сливать значит я заново закладываю масло дальше все по старой схеме также доводим до кипения снимаем первую пенку и закладываем овощи значит пока у нас бульон закипает мы с вами прижарим на сковороде луковицу и небольшое количество моркови ставлю сковородку сильно до черна тоже доводить нет никакой необходимости даем небольшой заговорится колер и уже потом закладываем в наш бульон значит результат не удовлетворительный поэтому держим еще какое-то время вот я думаю будет достаточно вот так а сморковка у нас дела стоят иначе поэтому мы продолжаем сжигать да обратите внимание что пенки у нас здесь не такого большое количество как было и первичной так теперь я закладываю все овощи которые я прижарю значит я добавляю сразу же черный молотый перец можно взять горошком у меня его к сожалению нету но ничего страшного и конечно же соль ставим на медленный огонь и варим примерно час-полтора чтобы мясо у нас было нежное и только после этого я закладываю уже оставшиеся корнеплоды значит по поводу овощей для меня шурпа это все-таки вкус мяса в шурпе конечно же должны присутствовать овощи но не так что вы берете там 500 разновидностей овощей сельдерей, красный лук, репчатый лук, томаты гамма вкусов вот этих овощей убирают на второй план уже непосредственно вкус мяса тем самым вы превращаете уже из шурпы в банальный овощной суп какой-то поэтому друзья мы с вами пойдем по достаточно простому пути это картошка, морковка, шурпа, бомба итак друзья прошло полтора часа времени мясо уже более-менее стало мягким поэтому я сейчас снимаю лук, снимаю морковь и я добавляю картофель и закладываю на морковь также добавлю небольшое количество полу горького перца потому что я люблю острое варим до готовности это морковка, картошка и наша шурпа уже будет готова итак друзья картофель, морковь у нас уже готова я добавляю небольшое количество зеленого лука без укропа, без кинзы значит я выкладываю мясо итак друзья самое время продегустировать наше блюдо просто лечебный бульон картошечка морковь мясо мясо с жировыми прослойками поэтому очень сочно очень вкусно друзья, очень вкусно несмотря на то что мы первый раз бульон слили для кого-то может показаться что-то такой более диетический вариант но я с вами здесь не соглашусь потому что все таки мы вместе с вами сейчас наблюдаем вот эти вот капли в виде жира они здесь все равно присутствуют несмотря на то что мы сливали бульон в общем друзья попробуйте приготовить по моему рецепту шурпа реально вкусная на первом месте стоит все таки вкус мяса потом уже идет вкус овощей лично мне нравится такой вариант шурпы пробуйте, готовьте я думаю что у вас достаточно легко получится если вам понравился мой рецепт шурпы обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал до новых встреч